Здравствуйте, меня зовут Аружан Саин, я директор фонда Добровольного общества Милосердия. Ну вы знаете, что на усыновлении действительно есть бизнес, и что новорожденные дети – это самый востребованный, не хочу говорить слово «товар». Оказывается, я продаю детей за границу. Куда эти деньги идут? Куда они шли? Как они тратились? Потому что там сотни миллиардов. И когда этот поток детей новорожденных прекращается в дома ребенка, на меня начались атаки. Я хочу закрыть детские дома, чтобы захватить эти земли, на которых они стоят, чтобы Айден Рахимбаев построил там жилые комплексы. Здравствуйте, спасибо. Здравствуйте, меня зовут Аружан Саин, я директор фонда Добровольного общества Милосердия, директор продюсерского центра «Аружанная компания», закончил КАСГУ, работал очень много лет в телевидении, не по своей специальности. И потом появился наш фонд «Дом», и это стало практически полной моей занятостью. Четыре года я была уполномочена по правам ребенка. Ну, все. Здравствуйте, очень приятно сегодня с вами беседовать. Ну вот у меня такой первый вопрос, вот буквально недавно закончились ваши полномочия в качестве уполномоченного, да? И вот вы писали у себя на Фейсбуке, что были такие как бы госслужащие, которые неохотно как бы хотели выполнять ваши инициативы. Вот, вы с ними как-то сейчас общаетесь или не общаетесь, то есть они как бы стали ли вашими какими-то, может быть, недругами там, или в принципе как бы забыли и забыли? Знаете, за период работы в социальной нашей сфере и благотворительной, мы, я говорю, мы – это наша команда, наши коллеги, те, кто занимается помощью детям, решением проблем, которые есть у наших детей в Казахстане, видели уже такое количество чиновников на разных местах, они все время меняются, будь это министр Аким, какой-то руководитель комитета, там, руководитель даже администрации президента и так далее, что уже как бы, ну, сложилось понимание, что времена идут, и как бы все может меняться, и действительно от того, какой человек находится на каком-то определенном месте, зависит то, куда мы идем. И есть у нас результаты от нашей деятельности, добиваемся мы каких-то эффективных решений или нет. И я даже за время, которое я была уполномочена по правам ребенка, поменялись почти все министры, не раз поменялись непосредственно кураторы, которые сидят в администрации президента. Сколько сменилось Акимов, сколько сменилось руководители управления здравоохранения, образования, социальной защиты, что как бы говорить о том, что, ну, это, ну, как-то так я должна сделать вывод на основании каких-то последних четырех лет, наверное, это неправильно. Единственное, что я выстраивала свою работу, как бы, ладно, со стороны гражданского сектора, да, они могут нас как-то игнорировать, они могут как-то не очень активно реагировать на то, что мы хотим изменить, на наши предложения, на уполномоченный по правам ребенка как бы сложнее не реагировать. Все-таки это мандат, который назначает глава государства человека, да, на эту позицию. Вот, но, тем не менее, система государственная, она имеет такую особенность, как у инфекции адаптироваться к антибиотику или как-то вот так вот это можно объяснить. Вот, поэтому я не скрывала никогда ни от одного человека, и в том числе, который работает на государственной службе, что я не хочу дружить. Я делаю это не для того, чтобы иметь хорошие отношения с какими-то людьми, не для того, чтобы, там, нравиться кому-то или нет, или, там, дружить с сильными мира сего, потому что это министр, потому что это Аким. Нам же главный результат. И с учетом того, что они все время меняются, ну, как бы, здесь вопрос вот этих отношений, он вообще не имеет никакого значения. И с каждым новым человеком, который приходит на эту позицию, я выстраивала, как бы, следующие взаимоотношения, что, смотрите, вот в вашей зоне ответственности находятся вот такие наши детские вопросы. По ним мы хотим добиться вот такого результата. Для того, чтобы этого добиться, нужно сделать вот это, вот это, вот это. И если по, ну, как бы, уже вот взаимодействию мы видим, что не получается, что у нас нет диалога, что у нас нет продвижения, то, как бы, действительно мне иногда приходилось говорить, что, ну, извините, я не дружить с вами пришла. Добрый день, Яружан. Вы только что говорили об отношениях с людьми, и я бы хотела спросить, я часто в Фейсбуке вижу посты, где вы поддерживаете Марата Саметовича Бисенгалиева, где он вас поддерживает, и хотела бы узнать о вашей дружбе, как она вообще сложилась, как она продолжается, ну, учитывая, что он то в Индии, то во Франции, то в Лондоне, то есть на расстоянии. Можете об этом рассказать, пожалуйста? С Маратом мы познакомились много лет назад, у нас есть проект Аутизм Победим, и он выступал вместе с нашими детьми, и потом приезжал к нам в центр. Центр Аутизм Победим, он в Алма-Ате, вот находится в верхней части города, там очень красивое место. И как-то, знаете, мы и так сблизились, потому что, мне кажется, когда у людей есть какие-то одни ценности, одно понимание мира, какое-то вот общее энергетическое, что ли, даже вот такое состояние, тогда очень легко найти общий язык, и тогда даже не надо как-то, сложно как-то объяснить, почему притягиваются люди. Вот, Марат стал большим другом нашего фонда и наших детей, он регулярно, когда он приезжает в Алма-Ату, он всегда дает концерты в нашем центре, и мы очень много общаемся вообще просто чисто по-человечески, обсуждаем разные вещи про нашу страну, про то, что там, куда нам нужно идти, как нам жить бы хотелось. Вот, это уже пересло в простую такую чисто человеческую дружбу, и даже у нас бывают ситуации, когда Марат приезжает, он живет у нас в центре, у нас в центре есть такая комната, мы ее специально делали, потому что мы привозим очень много специалистов из-за рубежа, и стараемся максимально какие-то новые технологии, новые методики вводить. И для того, чтобы не платить за гостиницу, потому что это всегда деньги, мы сделали такую одну комнату, где, ну, как она, как маленький такой номер, вот, и у нас там Марат периодически останавливается, для нас это так приятно, большая честь. У нас там останавливался, кстати, Димаш Кудебергенов, мы, как бы, у нас как-то так все получается, что вот такие люди, которых мы очень любим, они как-то тоже к фонду, к нашим детям, как-то родными становятся, да. В продолжении темы культуры и спорта, да, вот программа «Артспорт», да, у меня вот такой вопрос, вот в СМИ как бы уже много чего написали, что там и якобы там и какие-то там заключенные работали, бывшие там в этой программе, хищения вот эти вот всевозможные, а есть ли что-то такое, о чем еще мы не знаем, но о чем знаете вы? Знаете, так очень интересно получилось. Я когда встречалась с главой государства еще до того, как была уполномочена, в апреле 2019 года, он меня пригласил как директора фонда. И я передавала, там, по-моему, было семь писем по нашим самым разным проблемам. Из них одно письмо, оно касалось человеческого капитала. То есть там это уже было просто такое, наше письмо не касательно там детей с ограниченными возможностями, там, детей, оставшиеся без попечения родителей. Это была попытка донести то, что у нас в Казахстане, к сожалению, с таким просто страшным падением уровня образования и разрушенной системой воспитания, культурой, складывается ситуация, что поколение за поколением как бы государство генерирует человеческий капитал, который имеет очень низкие качества и не может реализовать свой потенциал. Хотя, по сути, создав возможности для людей получить качественные знания и развить все свои способности к взрослому возрасту, как раз-таки мы получим население, я не люблю этот термин, но граждан, которые станут основой экономики государства, потому что самое главное богатство любой страны – это люди. И я пыталась объяснить, что мы должны ресурсы, которые у нас есть, направить на воспитание детей и молодежи, потому что со взрослыми мы уже ничего не сделаем. Это уже состоявшиеся люди. И после назначения меня в качестве уполномоченного практически сразу мы стали приступать к этой реализации. Мы писали во все Акиматы письма всем Акимам, чтобы они добровольно перенаправили бюджеты Управления культуры и Управления спорта в подавляющем объеме на детские секции и кружки. Это все было проигнорировано полностью. То есть мы получали какие-то ответы, что у них там 89% детей занимаются в бесплатных секциях, кружках. Знаете, самое интересное, что когда они дают эти цифры, никто не удосуживается предоставить доказательства. Поэтому уже когда мы поняли, что вот такого патриотизма и такого включения со стороны тех, у кого в руках деньги, а это регионы, их руководители, мы не получаем, мы пришли к тому, что нужно принудительно, то есть нужно принять законодательно их обязательства, а то, чтобы эти деньги туда направлять. Нами были разработаны как раз эти изменения дополнением закону культуры и спорта. Я очень благодарна парламенту, который был в то время, за то, что они очень быстро это все рассмотрели. И знаете, здесь так получилось, что вот эта вся государственная система, которая осваивает деньги, там же вот как бы такая машина, вот такой поезд, который едет по своему пути, и ему очень трудно вот на ходу там как-то вагоны может переставить, да, там внутри что-то пересмотреть. Вот. Но они очень прекрасно адаптируются к каким-то условиям и, ну, собственно говоря, добиться прозрачности, какого-то транспарентности, открытости. Очень трудно. Они в итоге получили нашу реформу, в которой как бы было заложено как бы то, что они, может, не обратили внимания. Они думали, что ну, сейчас объявят, мы сейчас выделим какие-нибудь 50 миллионов. Эти деньги, как бы, там, столько-то детей пойдут, мы будем писать отчеты в АП, что мы выполняем, поручение главы государства. Вот. А мы проставили KPI. Ну, то есть, как бы, вот у нас 4,5 миллиона детей, которые должны пойти в секции кружки. Пожалуйста, правительство, утвердите план. Допустим, в 22-м году это будет 30% детей, в 23-м году, там, 40-50, в 26-м, там, 70, и к 20, условно, 5-му или 7-му году мы должны охватить всех детей, ну, может быть, все ходить не будут, но, по крайней мере, все, кто хотят, все должны получить эту возможность. Но этого же не было утверждено. Вот как можно запускать вот такие реформы, не проставлять контрольные точки, да, не ставить KPI, по которому ты можешь контролировать, как все происходит. То есть, сейчас нет такой точки отсчета, когда, допустим, в те же регионы или, там, Министерство культуры и спорта могут сказать, наш план поисполнению этой реформы выполнен или не выполнен. Они просто говорят, мы 100 миллиардов направили на, там, эти секции-кружки. У нас, там, это все еще, причем, знаете, так, манипуляция цифрами информации это целое искусство. Им вот нужно овладеть, и за эти 4 года я имела возможность увидеть, как, вот, в действии все вот эти вот истории. И когда процесс этот пошел и реформа запустилась, конечно, много желающих захотело отдать своих детей в секции-кружки, но на это не хватило денег, которые выделили акиматы. То есть акиматы, в принципе, денег изначально не выделили. Они, как бы, стали через уточнение бюджетов, какие-то суммы выделять по ходу вот этого 21 года, вот, а желающих много. и они поняли, что сейчас, чтобы удовлетворить нужды граждан и тот запрос, который через эту реформу как бы сформулирован, им нужно забрать деньги оттуда, где они их осваивали непрозрачно, и отдать детям. А там же такие сросшиеся годами, ну, схемы, ладно, скажу, пусть в суд на меня подойдут, там определенный круг лиц, который сидит на каждом своем направлении. Понимаете, это очень разветвленная такая история, потому что есть разные виды спорта, совершенно там разными, то есть профессиональные клубы это одна история. То есть у одного региона может быть там несколько футбольных клубов. У одного региона зачем? При этом ладно, пусть их там будет 150, но пусть это будут клубы, которые финансируются какими-то спонсорами, граждане сами скинулись в благотворительный фонд и дали денег этому клубу, если они там сильно за него переживают, болеют. Но они финансируются из бюджета? А зачем это нужно? И это не только футбол, это же там самые разные виды спорта. Алмата, вот когда мы тут еще пытались на уровне города запустить такой проект, они финансировали вплоть до гольфа. Гольф 100 миллионов из бюджета? Я говорю, куда? И мне боесеитов, ныне осужденный, пытался доказывать, что там занимаются дети из малоимущих семей гольфом. Я говорю, ну, во-первых, большой вопрос, насколько детям из малоимущих семей нужен гольф, потому что все-таки, ну, извините меня, кто любит этот вид спорта, это пенсионерский какой-то вид спорта же все-таки, это же, ну, не такая физическая активность, которая ребенку нужна. Ну, и 100 миллионов, sorry. Вот. Там различные содержания сборных команд города почему-то там тому-то, а у них есть сборы, а у них есть еще там какие-то, то есть, если вот, мне так интересно, почему у журналистов, ну, я можно буду тоже вопросы задавать, почему у журналистов нет такого любопытства для того, чтобы погрузиться и провести прям расследование, куда эти деньги идут, куда они шли, как они тратились, потому что там сотни миллиардов, это очень интересно, потому что, когда мы погрузились, мы увидели там такие вещи, одна спортшкола там может покупать там столько абрикосы в таком количестве, что ребенок должен больше килограмма в день съедать, чтобы, ну, то есть, вот, очень интересная вещь, они все спрятаны в этих госокупках, там, конечно, ну, как бы рыться нужно, но это все на поверхности, в принципе, лежит, просто мы, так скажем, этим не пользуемся. И вот эти деньги нам нужно отдать туда, куда нужно. И мы столкнулись с тем, что когда эта система поняла, что происходит, они очень сильно как бы сплотились для того, чтобы всячески эту реформу затормозить и по возможности ее ликвидировать. Так как людям невозможно объяснить, ну, не может же какой-то там чиновник, который встроен в эти интересы, либо функционер там от бизнеса, который там, ну, вот это у них там участник этих схем, выйти и сказать, слушайте, люди, вот, народ Казахстана, мы вообще думаем, что, конечно, дети, это важно, но мы туда денег давать не будем, потому что у нас здесь все прекрасно, нам это нравится, и как бы мы ваши интересы не намерены соблюдать. И наделенные я как каким-то или там как министр властью не считаю нужным эту реформу развивать. Они же не могут так сказать, люди их порвут, люди скажут, нифига себе, у нас же дети, вы что, это же наши деньги, мы же эти налоги заплатили. Поэтому что нужно сделать? Нужно дискредитировать идею, дискредитировать реформу, используя для это уже шикарно в мире всеми использующиеся информационные технологии, что, собственно говоря, и было сделано начиная с февраля, марта прошлого года. Правда только одна. Мы, родители, граждане Казахстана и имеем свои обязательства перед страной, мы платим налоги, на которых государство обязан создать условия для нас и для наших детей максимально высокого уровня и качества жизни и соблюдения всех прав наших детей на то, чтобы они выросли порядочными, здоровыми, умными, сильными людьми. Спасибо. И я думаю, что я имею полное право на то, чтобы объединяться с единомышленниками и продвигать те реформы, которые, я считаю, направлены на то, в чем я убеждена. Это моя цель. Приветствую вас. Вы очень публичный человек. А вот что для вас значит ваша известность? Я думаю, что в вашей работе это очень важно должно быть. Ну, вообще, мне, честно говоря, сложно, может быть, несколько сложно ответить, потому что ко мне очень рано пришла известность. Я в 16 лет, по-моему, мы когда снимали или в 17, первую программу «Разминка», и она вышла в эфир, у меня сразу вот это все свалилось. Но у меня не было звездной болезни, и я вот очень благодарна, наверное, и родителям своим за воспитание, потом балету и педагогу, потому что это все равно своеобразная сцена. Балет это искусство, ну, и вообще любое общение со зрителем, если ты как артист, это искусство. Чтобы иметь право общаться с людьми со сцены или там с экрана, ну, это мое убеждение, ты должен столько проделать в балетном зале или у каждого свое, со скрипкой или где-то, чтобы иметь право выйти и что-то сделать и, ну, как бы донести до зрителя, ну, потому что в любом случае это же какое-то желание, это же не просто так, там, там, хочу выступать и этот, вот, что вот эта популярность, она воспринималась сразу как очень большая ответственность, ну, потому что ты все-таки тебе очень сложно на самом деле, очень много людей могут себе позволить очень много вещей, которые ты себе позволить не можешь, потому что каждое твое слово будет потом в 10 раз как бы пересказано, еще интерпретировано, и завтра будет так, что она вообще не умеет себя вести, она сделала замечание, и если даже ты сделаешь замечание обоснованно, что это как-то некрасиво с тобой поступили, и ты сделаешь, ну, как вы можете, вы же так, ну, там, это все равно будет, возможно, перевернуто, и это, тебе нужно очень сильно следить за собой, это сильно дисциплинирует, и ты не можешь, вот, негативная сторона, что ты очень много вещей, которые ты просто не можешь делать, потому что тебя все узнают, и, как бы, сейчас еще появилось вот это вот все, еще снимут, опубликуют, и так далее, но известность, она помогает, и, конечно, в фонде, вот, изначально это было каким-то ключевым таким фактором, потому что, когда мы, вот, первый сбор у нас был, я думаю, что, конечно, то, что именно это было мое обращение к людям, мое такое письмо в интернете, оно нашло такой отклик, а я там еще свой мобильный телефон опубликовала, да, и как бы с людьми встречаются, что это настоящий ребенок, это я настоящая, и, как бы, здесь, это не мошенники, оно дает возможность тебе достучаться до людей и донести большему количеству людей какую-то информацию, в данном случае, там, те же мои идеи, да, там, которые мы хотим воплотить по, там, детским нашим реформам, по решению каких-то проблем, но, с другой стороны, как бы, вот эта вся публичность и твои возможности, они очень часто воспринимаются как опасность, то есть, тебя начинают воспринимать как угрозу, они начинают преподносить там всякие вещи, она ушла в оппозицию, она там, там, создаёт социальное напряжение, вот она, когда эти вопросы поднимает, там, она специально делает, чтобы люди были недовольны, чтобы там, люди же выходили, допустим, к акиматам, когда они требовали, чтобы секции, кружки не закрывали, да, вот, она специально это делает для того, чтобы там, в общем, то я партию хочу открыть и поэтому я это делаю, там, чтобы какие-то политические, в общем, вокруг этого всего может, независимо от тебя, жить своей жизнью такая большая информационная болота, да, такое, которое, как бы, используется, там, для того, чтобы снизить твои возможности, чтобы пригасить твою активность и так далее, поэтому здесь очень много сторон, но я думаю, что любому человеку, который известен, нужно просто в первую очередь понимать свою ответственность перед людьми за каждое слово, которое он говорит. Здравствуйте еще раз. Дина Танцари выступила с критикой в соцсетях, мол, на вас были большие надежды на посту уполномоченного, а по сути, вот, такой внятной программы не было. Как вы относитесь к подобным заявлениям? У меня есть опыт общения с такими людьми, личный, да, как бы, связанный с определенными, ну, если мы говорим про Дину, уголовными делами, где мы защищали детей, а, к сожалению, другая сторона защищала насильника. И я очень редко, как бы, когда склоняюсь к какому-то однозначному мнению про определенного человека. Ну, я как уже говорила, люди могут ошибаться, они могут быть дезинформированы, прочее, прочее, ну, это как бы этот. Но есть люди, которым я не испытываю уважения, и чье мнение для меня не имеет значения. Поэтому это право людей высказывать свое мнение, строить свои действия, свою жизнь так, как они это делают. Но я имею такое же право быть несогласной и иметь к этому свое отношение. поэтому, как бы, видите, общественная работа и вообще вот помощь людям это тоже не всегда однозначная история. То есть иногда бывают люди, которые там мошеннические схемы, да, организовывают, да, там, под видом сборов на наших больных детей. Иногда бывают люди, которые используют там свою благотворительность, какое-то участие в политических целях, да, для повышения своего статуса. Если есть польза детям и людям, которым они помогают, вообще без разницы, какая мотивация у человека. Ну, вот правда, это, ну, это жизнь такая, да, как бы, вот, у нас ребенку, которому оплатили лечение, какая разница, человек это, там, внес, это пожертвование, по какой причине, потому что у него там что-то случилось, потому что он хочет, там, каким-то образом компенсировать что-то, что он, может, не так сделал, либо там еще, самое главное же, что у ребенка появился шанс, и в итоге произошло, там, вот это решение, это чудо. Но, когда, вот эти все вопросы, иногда используют в неблаговидных целях, с каким-то таким, ну, как бы, таким подтекстом, да, я вообще не люблю неискренность, и как бы какое-то такое вот двойное дно, я лучше не буду либо ничего говорить, либо я скажу, как есть, либо я буду общаться, либо я не буду общаться, либо я буду полностью игнорировать, там, людей, не хочу иметь дела. У меня всегда, почему так много детей в детских домах? И когда мы начали в этом копаться, когда мы начали разбираться, оказалось, что законодательство и бюрократическая система государственная стоит между десятками тысяч детей в учреждениях, и тысячами граждан Казахстана, которые хотят усыновить детей. И мы начали вносить изменения в законодательство. В первый раз в парламенте нас посмотрели, как на эти, говорю, вы кто такие вообще? Вы что пришли? Это был 2008, по-моему, год, когда мы вообще, это была очень тяжелая история. Но мы меняли законодательство, мы заставили оцифровать детей, чтобы учет детей был не в журнальчиках у них на бумаге, а в информационной системе, которые имеют доступ, кандидаты в приемные родители, чтобы были агентства национальные по усыновлению, чтобы были школы приемных родителей, дома мамы, потрясающе. Именно благодаря домам мамы количество детей в домах ребенка сократилось. Представляете, женщина, здоровая женщина, нормальная, психический человек никогда не бросит своего ребенка. только если не вынуждает какие-то страшные обстоятельства. И когда девочкам некуда пойти, их родители сказали, уяд, на порог не являйся, биологический отец отказался, там вообще даже с ней не общается, заблокировал везде. Ей куда идти у нее, ни жилья, ничего, работать она не может, как кормить ребенка. И когда Анара с Айдыном организовали дома мамы, это переломный момент, это уникальный проект, потому что тысячи детей не попали в дом ребенка, они сохранили биологических мам. Ну, вы же знаете, что на усыновлении действительно есть бизнес, и не только в Казахстане. И что новорожденные дети это самый востребованный не хочу говорить слово товар. И когда этот поток детей новорожденных прекращается в дома ребенка, и когда мы объединяемся все для того, чтобы количество детей сократилось, тогда уже в разы сократилось количество детей, на меня начались атаки. Вы что, не слышали? Я хочу закрыть детские дома, чтобы захватить эти земли, на которых они стоят, чтобы Айдын Рахимбаев построил там свои эти жилые комплексы. Что оказывается, я продаю детей за границу. Что я удочерила девочку, которая забеременела, потом я ее вернула в детский дом. Это вот все, что распространяется так кулуарно, чтобы, ну, то есть там как-то, ну, дискредитировать опять же. И каждый раз, вот каждая волна таких информационных атак, они очень легко же просматриваются. Там, где боты, там какие-то одни и те же однотипные вбросы и прочее, прочее, они связаны с чем-то, что связано с деньгами. На содержание детских домов выделяются миллиарды тенге. Чем больше детей в детских домах, тем больше денег туда идет. На сегодняшний день на содержание детей в учреждениях выделяется порядка 26 миллиардов тенге. А в системе меньше 4 тысяч детей. Посчитайте, у вас есть калькуляторы. Какая семья может тратить столько денег на своего ребенка? А в то же время у нас под опекой и патронатом находятся, то есть это в семьях наших граждан находятся примерно 22 тысячи детей. Выделяется порядка 7 миллиардов тенге. То есть на семейную форму устройства выделяется поскольку почти в 3,5 раза меньше, чем на 4 тысячи детей в учреждениях. И, конечно, люди. Ну, а я же молчать не могу. Я же это все пишу, я это продвигаю. Мало того, что публично, мы это делаем же. Мы обращаемся в прокуратуру, мы обращаемся в правительство, обращаемся в президенты, обращаемся в парламент. И мы как вот дятел, да, в одну точку, мы вот пытаемся прийти к тому, что ребенок должен жить в семье. А там деньги. Артспорт, там деньги. То, что касается медицины, там тоже есть определенные, ну, как бы везде финансовые потоки. И есть люди, бенефициары, которым очень легко нанимать каких-то, ну, я не знаю, там, информационные, там, скажем, компании для того, чтобы тебя дискредитировать. Поэтому в моей реальности этих людей не существует. Они могут писать, говорить, все что угодно. Если это какие-то обоснованные вещи, я делаю что-то незаконно, эти люди могут пойти в суд или написать мне заявление в полицию, законным порядком призывать меня к ответственности. А в моей реальности живут люди, которые действуют для того, чтобы изменить нашу жизнь, так? Ну, то есть, по сути, смотрите, используя всю свою аудиторию подписчиков, возможности и публичности, я могла бы про очень много людей написать всякого разного. И про тех, кто про меня пишет, например. Но я считаю, что я не хочу тратить на это время, потому что это по-любому время. Я хочу тратить на это энергию, потому что, мне кажется, умные люди сами разберутся, кто есть кто и кто зачем стоит. А во-вторых, опускаться до этого уровня, вот не честно говоря, совсем, я просто не считаю нужным. Меня зовут Назголь, у меня есть к вам вопрос. Вы ведете очень яркую общественную деятельность и жизнь, но не ревнуют ли вы, например, ваш муж или дети к такой вот вашей деятельности? Хороший вопрос. Мне очень повезло. Мне очень повезло, мне кажется, в жизни вообще с людьми, с тем, где я, кто я. И с родителями, начнем с семьи, да. Вот. И я считаю, что одно из самых больших счастья в моей жизни это то, что мне так повезло с моим супругом, с его семьей, с моими детьми. Потому что я знаю, что, конечно, у нас у волонтеров очень многих была проблема то, что ты столько времени тратишь на каких-то непонятных там людей, на какую-то помощь совершенно чужим людям, занимайся своим домом, своими детьми, мне не хватает внимания и там прочего-прочего. Вот. Просто, знаете, мне кажется, каждому человеку очень важно найти людей, которые смотрят в одну сторону, для которых ценности одинаковые. Это просто, мне кажется, вот как разные люди очень важно найти пару. Найти так, чтобы вам было вместе очень хорошо. Я очень надеюсь, что мой муж со мной хорошо в своей беспокойной жизни. Но он меня очень поддерживает, он очень верит в меня. И все те вот первые там какие-то вопросы, реформы, мы все обсуждаем дома, сейчас дети тоже очень сильно помогают. Вот. Поэтому вот так. Минна Атмашара, фамилия Баринбекова. Вы помогли многим детям. И были ли ваши адресы, что деньги не доходили до адресатов? У нас всяко бывало. И, конечно же, очень много зависит от того, как ты выстроишь свою работу. Потому что, когда мы начали вот этот, даже подарить детям жизнь, были такие люди, особенно в системе здравоохранения, высоко, которые говорили, что я хочу в политику, либо меня кто-то нанял для того, чтобы через историю больных детей, поднять себе имидж, там, типа, и создать социальное напряжение. Постоянно мы же рассказываем, что дети болеют и умирают, и так-то-то-то. И как-то мы изначально пытались сделать так, чтобы, первое, максимально прозрачно, понятно и честно в отношении тех, кто помогает, и чтобы создать такую механизму, которая при этом бы и нас защищала. Потому что, ну, вы же, что вам рассказывать, вы же видите, как можно использовать против человека все, что угодно для того, чтобы сделать с ним все, что угодно, в том числе и для нашей государственной системы. Поэтому мы сделали так. У нас каждый проект имеет свой отдельный счет. Деньги, которые приходят на «Подари детям жизнь», направляются только на лечение детей. Ни ТИН с 2006 года с этого счета не был направлен никуда. Вот как бы не было нам тяжело, допустим, там, фонд должен платить зарплату сотрудникам, мы должны платить арену, но у нас все равно есть административные затраты, которые мы должны нести, иначе не будет ни фонда, ни «Подари детям жизнь», ни помощи детям. Никогда. Это вот табу. И тот, кто хочет помочь фонду на административные расходы, есть отдельный счет. В том числе, если мы лекарства покупаем, оборудование, еще что-то. И поэтому, а сейчас с этой информатизацией вообще стало легко. Если вы зайдете на сайт нашего фонда, вы увидите отчет из 2006 года. Сколько денег было собрано? Куда они были направлены? Для нас это вопрос прозрачности, отчетности и так далее. И то, что уже, и то, что 1336 детей, которым казахстанцы подарили жизнь через наш фонд, это, наверное, показатель того, доверия и правильности, пути и механизмов, которые мы выстраиваем в своей работе. Вот в настоящее время в процессе вашей работы, да, вы сейчас обращаетесь с вопросом вот к нынешнему полномоченной Динаре Закиевой? Или, может быть, она к вам обращается с какими-то вопросами или советами? Мы в контакте с Динарой Закиевой, мы знакомы очень давно, у нее фонд Кассеты Жол, они реализовали разные проекты, и, знаете, здесь как бы идут рабочие такие процессы, потому что мы передаем те дела, по которым ушла работа, которые еще не завершены, мы перенаправляем те новые обращения, да, которые пока приходили на наш адрес, но мы поменяли на сайте все контакты, мы сейчас уже там, я думаю, напрямую она получает их. Я скажу так, у нас были, у нас вот были моменты, когда у нас абсолютно одна позиция, да, там по какой-то проблеме, по вопросу, были моменты вот по одной теме, у нас были разные позиции, когда она была депутатом Мажелиса, но это нормально, в спорах, в диалогах рождается, ну, как бы, истина, там, правильное решение, и здесь просто вопрос, я говорю всегда, вопрос целей, какие цели у человека, если у нас цель одна, то у нас не будет никаких проблем в коммуникации. Я вот нередко говорила в разных кабинетах высоких самых, я говорю, послушайте, ну, понятно же, да, что сразу навести порядок везде невозможно, как бы, это, ну, мы шли, может быть, 30 лет куда-то, может быть, не в очень правильную сторону, да, где-то, и если критиковать, как плохо было, вот все такое, там, Советский Союз виноват, теперь 30 последних лет виноваты, там, старый Казахстан, если всегда искать виновного и не заниматься тем, что ты должен сделать сегодня, чтобы завтра было лучше, это путь в никуда, то есть, вот это здесь популизм, вот это вот все там, ну, давайте наших бабушек, дедушек будем обвинять, что они что-то не то строили там у нас, да, там, наших родителей, что они как-то не так там выбор свой сделали, что, ну, от этого никакого практического толка нету, поэтому мне все равно, исторически мы могли, ну, как бы идти разными путями, но мы сегодня находимся там, где мы находимся, и сегодня от нас же зависит, как будет завтра, поэтому, понимая, что да, там, очень много проблем, здесь таких, 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 одновременно их не решить, я говорю, давайте мы сделаем так, что на детях, вот на детях, мы коррупцию искореним, и мы процессы все, вот, вот, вот это функционирование государства, выстроим максимально правильно, вот, пусть там, ладно, дороги, стройки, я не знаю, что-то там еще, но никто не сможет, как бы, возразить против того, что, ребят, ну, как бы понятно, в каждой стране есть коррупция, где-то она там высоко, где-то везде, но вот у нас в Казахстане, мы вот пойдем таким путем, на детях табу, за то, что на детях кто-то украдет хоть копейку, жесточайшим образом будем наказывать, так наказывать, чтобы, там, я не знаю, чтобы в голову не пришло, завтра кому-то другому сделать то же самое, даже у бандитов есть понятие, сироты, инвалиды, больные, это в дети, это табу, ну, давайте мы вот хотя бы, вот, вот в этом секторе простроим, возьмемся за детей, и за несколько лет, вот, тут мы все закрутим так, что каждый АТИН будет доходить до каждого ребенка, там, где она должна, вот, я говорю, представьте, дети, которые вырастут, вне коррупции, они же уже будут другими, они же уже будут вообще, как бы, они получат то, что государство им должно, того качества, которое им должно быть обеспечено, у них будут другие взаимоотношения друг с другом, их родители уже меньше будут говорить, там, то, что все плохо, от РТР, потому что их ребенку дошло то, что им должно обеспечиваться, ну, вот, там есть умные люди, наверное, все, спасибо за приглашение, я призываю к тому, чтобы у нас становилось больше, чтобы в тех, вот, вопросах, о которых мы сегодня говорили, когда нам нужна поддержка журналистов, СМИ, людей, которые должны задавать вопросы, имеют право задавать вопросы, и никто не имеет права вам не ответить на эти вопросы, не дать информацию, чтобы вы подключались, помогали, и каким-то образом нас поддержали, потому что в информационных войнах мы не мастера, но это используется же против нас, против детей, а хочется тоже быть вооруженными, а наше оружие, это тоже вы, люди, профессионалы, те, кто может рассказать правду, рассказать, как на самом деле, и продвинуть идеи, которые должны, мне кажется, просто люди знать, для того, чтобы знать, что есть что-то, что может изменить всю нашу жизнь, ну и чтобы оказать помощь, конечно, нашему фонду, будем рады всей вашей поддержке, нашим детям, она всегда очень нужна. Спасибо. Спасибо большое вам. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Это вы классные. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok